Белорусы ощутили на себе дыхание Арктики. В страну пришли январские морозы. В Минске столбик термометра опустился до минус 17. Синоптики не утешают. Градус за окном будет только понижаться. На завтра объявлено штормовое предупреждение. Насложнилась ситуация на дорогах. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Как страна встретила непогоду? Дмитрий Боярович с холодным репортажем. Ещё накануне ноль, а сегодня вот такая картина. На пронизывающий ветер, сугробы снега, спасибо Акселю, и ледяной холод. Здравствуйте. В этой холодной зиму Красный Крест предлагает вам пить чай и согреться. Ой, спасибо огромное. В такой мороз и просто горячий чай уже мечта. В Могилёве его предлагал Красный Крест. Волонтёры организовали два передвижных пункта обогрева. Здесь и печенье можно съесть, и давление померить, и совет от врача получить. Большое вам спасибо. Мы так согрели с чаем этим. Такой вкусный, такой ароматный, сладкий чай. Мы уже отвыкли и от сильных морозов, и от жары. И в экстремальной ситуации мы считаем, что мы должны быть там, где мы нужны. В Витебске на морозе заглох автобус с детьми. Машину реанимировали сотрудники ДПС. Ни один ребёнок не пострадал. А у Анны из Гродно ситуация могла быть более трагичной. Машина девушки не выдержала минуса. Помог по-настоящему тёплый поступок. В нужный момент оказались рядом ребята. Очень здорово помогли. Я не знаю, что бы я делала, чтобы ребята не попались на пути моём. Спасибо им большое. Но в Минске в самом центре сегодня не работали светофоры. Их заменяли регулировщики. ГАИ в стране сейчас работает в усиленном режиме. Ночью сотрудники ДПС будут патрулировать Минск. Помогая водителям, которых стихия застигла врасплох. При усилении морозов будет оказана дополнительная помощь. Где-то обогревать чаем, где-то оказывать помощь звонком мобильного телефона, если разрядился мобильный телефон. Либо ещё прикуривать транспортное средство. Так патрулей будет достаточно. Будет курироваться кольцевая дорога. Такая погода – один шаг от переохлаждения. Медики предупреждают. Без варежек и шапки на улицу лучше не выходить. И уж точно беречь уши, нос и пальцы рук. Пока в больницах жертв холода нет. Но, как говорится, ещё не вечер. В такие морозы, которые вообще прогнозируются, то лучше даже, наверное, валенки одевать. Есть категория пациентов, которая не должна выходить из дома. Это у людей, которые больны с сахарным диабетом. То, что происходит сегодня, синоптики называют ультраполярным вторжением. Термин, похожий на название голливудского фильма об инопланетянах, для Беларуси редок. Циклон пришёл к нам из самой холодной точки Земли. То есть морознее его в мире нет. Он заденет и юг Европы. Правда, в большом минусе есть немаленький плюс. В первые дни поступления холодных воздушных масс обычно наблюдается снижение уровня загрязнения воздуха. Если не будет пробок на дорогах, а это вполне возможно. Я надеюсь, что на Рождество мы будем дышать чистым воздухом. Морозы принесли радости детям. В Витебске, например, залили каток. Главная площадь северного города скоро станет местом одним из тысяч в стране для зимнего веселья. Вот такие движения станут неотменным атрибутом поведения белорусов. В ближайшие дни белорусов, которые находятся на улице, Причем, по прогнозам синоптиков, морозы, как и джекпот, в лотереях будут только продолжать расти. Ожидается, что уже завтра столбик термометра опустится до минус 27 градусов ночью. Дмитрий Ваерович, Юрий Прокопенко, Галина Буро, телекомпания СТВ. Редактор субтитров А.Семкин